Привет друзья! Вы на канале Ливотский Хаус. Здесь я освещаю весь этап строительства своего дома. Правда начнем мы не с основного дома, а с летнего домика, пригодного для полноценного проживания на все время строительства. Для этого я выделил в конце участка площадку под летний домик и газон. Этим и займемся в первую очередь. А остальные строительные работы буду вести к началу участка. Первым делом я обратил внимание на подвод коммуникаций. Так как грунт здесь нелегкий, уже на глубине в 1 или 1,5 метра можно нарваться на известняк. Нужна техника серьезная, и чтобы не выполнять земляные работы в дальнейшем в стесненных условиях, выполним их сейчас. Уже была пробита скважина, смонтированы септики и кессоны. Уложен кабель под электричество и начал работу по укладке водопровода. Давайте сегодня немного ускорим процесс и пару дней уместим в одном видео. Как вы помните, в прошлом видео мы укладывали ПНД трубу под водопровод и пробивали отверстие в кессоне. Сейчас просверлим еще одно отверстие под электрический кабель для питания нашего насоса и автоматики. Продолжение следует... Просверлив отверстие, закладываем гильзы из пластиковой трубы и зачеканиваем их раствором с добавлением жидкого стекла. Промежуток между гильзой и трубой в дальнейшем заполним герметиком или пеной. Времени осталось немного и так как начал уже возиться с раствором, решил установить парочку люков. Это не так сложно, главное с помощью уровня поймать плоскость. Садил я их только на раствор, можно было бы использовать янкеры, так как у соседа люки с крышкой внесли. На следующий день мы с другом Дмитрием приступили к отрывке траншеи под канализацию. Хоть расстояние и небольшое, но этот процесс показался вечностью. Забегу вперед и скажу, что весь день мы потратили только на эту траншею. На всем пути то и дело попадались камни и даже один валун. Закон подлости этого участка. Если хочешь прокопать траншею, обязательно дорвешься на камень. Мы даже перестали снимать, а то эмоции перли наружу. Успели мы только прокопать траншею и выставить песчаные маяки для туристов. Крубы с учетом уклона канализации. Для канализации уклон должен быть на 1 метр перепад в 2 сантиметра. Этот уклон лучше всего транспортирует, скажем так, тяжелые массы. Но маякам недолго пришлось жить. Так как я начал пробивать отверстие в кольце септика, а кольцо было сразу с верхней плитой перекрытия, толщиной плиты я принимал 10 сантиметров. А по факту данная плита оказывается 15 сантиметров. А это означает одно, отверстие надо опустить на 50 миллиметров и подправить расклонку трубы, то есть наши песчаные маяки. В следующий раз я буду монтировать отдельную плиту, так как встроенные плиты в кольцах сильно уменьшают рабочий объем септика. А тем временем я начал отстреливать отметки для торсировки канализации. Вейку я оставил с помощью лопаты. На это ушло больше времени, но я справился. Выставив все отметки и уложив трубу в проектное положение, провел испытание. Налив воду в трубу, ждем ее появления в септике. Как видим, вода пошла, а это говорит об одном, что трубу можно прикапывать. До сегодня все. А следующим шагом будет провести кабель для обустройства скважины, окончательно присыпать канализационную трубу и дальше выходить на работу по планировке участка. А пока все. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok